Всем доброе утро! У меня сегодня мега загруженный день и я с утра не позавтракаю. Ау, какой горячий кофе! Я в общем с собой взяла кофе. Очень вкусный, горячий, с круассанчиком. У меня такая привычка осталась с Европы завтракать круассаном с кофе или чем-нибудь сладеньким пить кофе. Сейчас я еду на макияж. Мне будут делать профессиональный макияж. Я не знаю, какой-то сюрприз мне хотят приготовить. Затем я еду на окрашивание волос, а вечером еду на мероприятие. Меня пригласили на какой-то показ. Еще у меня такая дурацкая история на днях произошла с Коскомерсбанком. Вот просто вкратце сейчас расскажу. Я засунула в банкомат карту для того, чтобы снять деньги. Ввела сумму. Банкомат меня спросил, вам нужен чек? Я подтвердила, что мне нужен чек распечатанный. В итоге он мне карту вот так выдает. Ничего на окошке не было написано. Чек не выдает. Деньги не выдает. Просто выдал карту обратно. Но когда я проверила свой баланс, у меня на эту сумму, которую я вела, стало меньше. Но в выписке в самой этого не видно, представляете? То есть как будто никаких действий не происходило. Но главное, сумму-то сняли, причем не маленькую. Я вчера ездила разбираться в банк. Она сидит в шоке. Говорит, я такого вообще никогда не встречала. У вас в выписке нет таких действий? Я говорю, да, хорошо. Но вы же можете проверить, совывала ли я карту, вводила ли я пароль. И вообще были ли какие-то действия с мастерами? Да, конечно, мы можем, но в течение месяца ждите. Вот как я теперь могу им доверять, да? Как я могу спокойно взять сейчас, пойти в банкомат, засунуть свою карту и снять деньги? Если вот наглым таким образом меня обокрали. Все, короче, я поехала. Еще хочу сказать, что в большинстве случаев, когда меня красят, мне не нравится. Вот так. Мне только нравится, как я сама себя крашу. В общем, я приехала без макияжа практически, еще без прически, но потому что я еду попозже к красоте. Хочу вас познакомить с Анастасией. Всем привет. Анастасия брала когда-то у меня давным-давно интервью. Да. Очень позитивный человек. В общем, она меня сюда пригласила. Да. Что мы будем делать? От бренда Lancome. Мы пригласили Женю на сеанс макияжа, познакомили ее с нашим национальным мейкап-артистом Lancome. Людмила. Людмила Белинусова. И Женечке сегодня будет сделать макияж в ее любимой технике. И Людмила расскажет ей очень подробно про косметику Lancome и про историю бренда. Мы решили сделать поярче макияж. Скорее всего, смоки будем делать. Вот мне сделали для макияжа или делают? Делаю для макияжа. Делаю для макияжа. То есть в чем проблема? Дорисует тень, вперед она смотрится красиво, когда вы на себя смотрите, а когда человек на вас сбоку смотрит, у вас получается здесь такое рыженькое-желтенькое пятнышко. А здесь, когда вы поворачиваете боком, человек видит просто тень, потому что этот оттенок тени идет цвета тени, а не цвета загара. Вот виновница торжества из нее мы сегодня собрались. Это тушь Грандиоз. Грандиоз в этом году получила награду от Elle Beauty Awards. Это потрясающая награда для декоративной косметики. И тушь с изогнутой щеточкой в форме лебединой шеи, которая очень облегчает нанесение туши на глаза. Сейчас приступим, попробуем. Как раз мы такие на лангхоме. Вот такой макияж сегодня сделали. Подарки я люблю. О, это что такое? Это один из подарков, я по нему не говорила. О, да? Потому что у нас был немножко другой цвет макияжа, но это потрясающий продукт от Лангхом, который называется Кушен. В принципе, вы, наверное, знаете, Кушен эта подушечка. Это приятная подушечка, которая пропитана тональным кремом, который вы можете брать вот таким образом аппликатором и наносить на все лицо тонким или плотным сновим, как вы хотите. Это тональный крем, который вы можете носить с собой. Как раз для вашего ритма жизни, я думаю, это будет идеальный вариант. Класс. И он есть в нашем подарочном пакете. Спасибо. И импровизированный салют. Хорошо. Это помада блеск для бух. Это пудра. Пудра с эффектом блюра. Да. Это виновница торжества. О, это тушь. Которая получила награду. Как я ее хотела. Спасибо. И Miracle Cushion, мастра, абсолютный для каждой модницы. Супер. Ну что, уже так мы накрасили. Сейчас я иду к Кустаму. Теперь уже на окрашивание волос. Как я хочу покраситься, вы сейчас узнаете. Я писала, конечно, об этом в своем инстаграме. Ну, я думаю, всем интересно посмотреть мое преображение. Очередное. Иду я в салон тренд Крустаму. Тепло-тепло в Алматы. Бабье лето. Крустам подбирает мне. Крустамчик. Снова в работе. Мне кажется, даже можно потемнеть. Да, это будет с запасом обязательно. Но в свой родной театр, конечно, отлично. Будем красить Голд Урон. Это очень хороший краситель, который практически очень редко так хорошо смывается. Точнее, смывается, но в отличие от других красителей не меняется суть цвета. То есть не превращается в что-то непонятное, в оранжевое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, мама темная. Почти. Да. На самом деле, еще круто получилось. Сейчас высохнет волос. Еще лучше будет видеть. Эффект. В общем, вот что у нас вышло. Потемнее стали корни. И цвет немного темнее, пепельный. Ну, конечно же, все это с младых. У меня все равно вернуется натуральный цвет волос. Но я думаю, пока я подожду. Зимой еще похожу с таким цветом. Ближе к весне я все-таки перекрашусь, вернусь в свой натуральный цвет. И все, круто. Через пару дней я приду на кератин. Крустаму у него. Очень хороший кератин. Но об этом я расскажу уже потом. Попозже он вам, вернее, все расскажет. Мы покажем результат. Сейчас поеду домой, переодену, однодену платье. И через пару часов я уже поеду на показ закрытый, который состоится в ресторане Дольчета. Там будет халявная еда. В общем, я готова. Подправила макияж. Немного растушевала его. Добавила коричневых теней. Сделала легкую коррекцию лица. Надела розовое платье длинное. Кстати, я его ни разу не надевала. На какое мероприятие вообще никуда в нем не выходило. Только снимала лук. Оно на запахе и отопыривается немного. Я булавочкой его застегнула. В общем, здесь. Но я так боюсь, чтобы оно не раскрылось в какой-нибудь момент. В общем, я обслуживаюсь в форте-банке. Они постоянно нас с мужем куда-нибудь приглашают. Дают пригласительные на какие-нибудь вечеринки классные, на показы и так далее. И менеджер со мной связалась. Говорит, ну вот типа чисто женская там будет тусовка. Показ закрытый. Хотите пойти? Ну, то есть я с подружкой. Я говорю, хорошо. Подружек не получается пойти. Я решила пойти сама. И немного так переживаю. Потому что обычно на открытых тусовках всегда какие-то знакомые лица. Блогеры, модели. С кем ты общаешься, знаешь. А здесь получается закрытый показ. Ну, могут быть здесь одни тетки богатые. Например, жены олигархов. И я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Буду стоять одна в углу. Вот так посмотрим. И убегу пораньше. Субтитры сделал DimaTorzok